В Самаре готовится к приезду патриарха Кирилла. Об этом говорили на совещании в департаменте ЖКХ. Также полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. До середины октября все работы должны быть завершены. Вышли на финишную прямую по подготовке к зиме. Коммуникации рядом со школами уже заменили. При этом успели уже и газон заново засеять, и тротуары восстановить. Но есть и объекты, которые требуют ускорения. Рядом с тремя самарскими детсадами работы еще продолжаются. Завершить их должны в ближайшие два дня. До середины сентября должны переложить эти полосети на физкультурный, 22-го портсъезда, Ставропольской, Мяге, Свободы, Теннисной и в районе Комсомольской площади. Основные же усилия коммунальщиков сосредоточены на Ташкентской и Старозагоре. Здесь у нас были проблематика с поставкой материалов. Сейчас ее нет. В полном объеме, я думаю, 10-го числа монтажная схема по Старозагоре в сторону Алматинской будет восстановлена. На совещании обсудили и вопросы, связанные с подготовкой ко дню города и приезду патриарха Кирилла в Самару. Гостевому маршруту уделят особое внимание. В частности, нужно избавить улицы от незаконной рекламы. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко дал четкие указания. Все опоры в первую очередь по гостевым маршрутам. Второе – маршрут посещения патриарха, а потом все остальные. До 10 сентября. Уберите все объявления. На особом контроле городских властей ремонт крыш. Всего в этом году приведут в порядок около 1200 кровель. При этом должны еще успеть проверить вентиляцию, дымоходы и газовое оборудование. А вот комплексная ревизия, насколько самарские объекты ЖКХ готовы к холодам, начнется уже в середине сентября. Никита Борисов, Николай Епифанов, События.